И снова здравствуйте! В эфире программа «По волне моей памяти» и я, ее ведущий, Олег Нестеров. У меня сегодня гость, о котором, в общем-то, нет смысла долго рассказывать, объявлять. Я просто скажу, сегодня у меня Максим Леонидов. И, вопреки традиции, мы копнем не с самого детства и не с юности героя. Мы начнем с его последней работы. Это жанр, который мне в зрелом возрасте очень нравится. Это мюзикл. И там наверняка интересный тебе мюзикл, который называется «Растратчики». С чего началась эта история? Что это за... История началась с того, что мой товарищ, московский артист Саша Шаврин, пришел на мюзикл «Продюсеры» в театре «Цитерак», где я играю одну из главных ролей. Кого ты там играешь? Я играю Макса Бялостова, собственно говоря. А мой товарищ, другой Егор Дружинин, играет Лео Блума. Ну, парочка нормальная. Да. И вот мы... Саше Шаврину этот мюзикл очень понравился. Понравился спектакль. Он ходил несколько раз, водил семью. И, в общем, как-то раз он мне сказал, а почему бы нам какую-нибудь вот нашу историю не сделать, нечто подобное на каком-то нашем хорошем материале? Давай, говорит, ты напишешь музыку и стихи, а я поставлю это. Мы стали размышлять над материалом. Через какое-то время вот Саша сказал, что есть у Катаева такая пьеса 1925 года, называется «Растратчики». Несмотря на то, что она 1925 года, в 1925 году была написана повесть, в 1926 или в 1927 была написана пьеса по заказу МХТ. И Константин Сергеевич Станиславский, собственно, ручно ее поставил. Играли там Охлопков, Топорков. Нормально. Да. Потом она шла, один сезон ее сняли, потому что закончился НЭП, и, собственно говоря, она потеряла актуальность. И больше никто никогда не трогал. А пьеса, между тем, совершенно чудесная, персонажи яркие, наполненные жизнью, такие прям вот такие выпуклые, хорошо написанные. То есть вы, наверное, что-то украли, да, и куда-то смылись, как я понимаю. Да, это пожилой бухгалтер и молодой кассир присваивают 12 тысяч казенных денег и бессмысленно и беспощадно их пропивают. Потому что они, конечно, никакие не авантюристы, это не продюсеры Мэла Брукса. Никакой задней мысли у них нет, это просто крик души. И вот они, значит, заслуженное раскаяние там есть в этой пьесе. Она смешная и трогательная, и местами просто очень глубокая и трагичная. Она очень разная. И самое главное, что она очень и очень современная. Вот мне тоже показалось, что вот это время, 25-й год, так с нашим временем, с Диким, весьма коррелирует. Да, и не говоря уже о том, что просто растрата государственного имущества, присвоение народных средств и так далее. Ну, в нашей стране это всегда была тема острая. Конечно. Да в прошлом году какая-то почтовая служащая вместе с своим любовником взяли тоже 11 миллионов и, в общем, уехали на Юг кутить. Где их спокойно взяли, они спокойно сказали, зато мы прожили прекрасные полгода. Да, да, да. Нет, ну какие только фонды у нас не разворовывают. И ты пишешь музыку. Я ее уже написал. Я ее написал. Причем два года мы пытались пристроить с Александром Шаврином, моим соавтором, этот мюзикл в различные театры. И в Петербурге, и в Москве шли всякие разные переговоры у нас. С нами был с самого начала, с нами был Давид Яковлевич Смелянский, замечательный московский продюсер. И в итоге вот мы втроем обратились к Михаилу Ефимовичу Швидкому, когда появился театр мюзикла. И спектакль был принят к постановке, этот мюзикл. Ну что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок. Я набираю свой номер, я говорю тебе привет. Мы не виделись с тобой за тысяч лет. Если тебе нечем вечер занять, то почему бы нам с тобой не пойти и потом целовать? Ты любишь буги-боги Танцуешь буги-боги каждый день А, между прочим, в оркестровке, это слово мне больше нравится, чем аранжировка, и делает твой, в общем-то, однокашник, с кем вы учились еще в хоровом училище. С третьего класса начальной школы мы знакомы с Женей Ольшевым. Давай-ка мотанемся к третьему классу или, может быть, даже раньше. Вот такая интеллигентная и ленинградская семья. Папа и мама – актеры. И вот появляется на свет мальчик Максим. Давай твои детские впечатления, семья, город. Что это было? Город для меня был абсолютно в детстве не помпезно парадный Петербург, а именно такой... Мы жили в новом тогда районе, ну, не совсем новом, но, во всяком случае, относительно новом. На проспекте Абуховской обороны, недалеко от Александровской лавры, стоял дом. Он и сейчас там стоит. И отличался этот район главным образом тем, что Нева там не была закована в границу, собственно говоря. То есть она как была речкой, которая текла, так она и текла. И она до сих пор там так течет. То есть идет, идет, идет гранит, потом раз он прекратился, и после моста Александра Невского, через какое-то время, просто это речка. Поэтому, конечно, мое детство проходило вот на берегах этой самой речки Невы, где были всякие разные потаенные места, где были какие-то старые заброшенные причалы, и каждый из этих мест имел свою мифологию дворовую, потому что вот здесь кто-то спрятал какие-то сокровища, а здесь кого-то там, какую-то девушку пытали, а там еще что-то, все это было покрыто вот такой тайной. Так что Нева, с одной стороны, гаражи за домами, с другой стороны. И актерская среда родителей встречи. И актерская среда родителей встречи. А туда ты, извини. В общем-то, для наших пытливых телезрителей скажу, что свой актерский дебют Максим Леонидов начал с фиги, причем не в кармане, а с откровенно и честно показанной со сцены. Со сцены театра комедии Ленинградского государственного академического театра. Или привели его в театр. Да, было такое дело. И в Антракте, пока все, значит, зазевались, я решил похулигать. Мне казалось, что это очень веселая шутка. И я из-за занавеса раздвинул занавес большой, академический занавес, и показал в зал фигу. И кто-то об этом рассказал Николай Павловичу Акимову, который тогда был художественным руководителем, главным режиссером, а также главным художником и вообще всем театра комедии, народный артист России. И легенда гласит о том, что я убегал от него по театру, а он даже некоторое время за мной бежал, стремясь меня наказать. Но думаю, что это большая красивая легенда. Конечно, детство мое проходило не только на берегах Невы, но и в театре комедии, главным образом. И, в общем, артисты меня любили, несмотря на то, что один раз одной артистке я сказал, она сказала, Максюточка, как я давно тебя не видел, а я сказал, да, очень давно, у тебя даже усы выросли, она сказала, пожилой артистке. Вот так. Ну, а капустники? Капустники Ленинградского театра комедии, это, конечно, легендарная вещь. Отец, в принципе, считается основателем... Ну, одним из, скажем так. То есть там костяк капустной бригады Ленинградского театра комедии состоял из Леонидова, Мелиндера, Никитенко и там примыкающих к ним время от времени еще других артистов. Ну, а что история говорит про возникновение этих капустников? Почему капустники? И что это было? Говорят, что, не помню где, но в каком-то из московских театров в довольно в голодное время 20-х годов артисты собирались на такие частные вечеринки, где они показывали розыгрыши, пародии и так далее, и так далее. Самая дешевая еда была... Это пироги с капустой на печь в большом количестве, и от этого такие вечера стали назвать название капустник. Теперь мы называем капустником любое, так сказать, юмористическое представление необязательного характера, не входящее в репертуар театра, скажем так. В Ленинградском театре комедии такие капустники проходили каждый год, и они были приурочены к юбилейным датам задрудников театра, которые служили в театре десятилетия и далее пятикратное количество раз. Десять лет, пятнадцать лет, двадцать лет и даже там тридцатилетия. Ну и вот детское сознание что-нибудь, может быть, выхватило? Оно выхватило, безусловно, потому что я был... Во-первых, они доходили в этих своих капустных номерах до какого-то по-настоящему виртуозного, значит, исполнения, потому что они писали, они умудрялись писать поздравительные тексты. Сначала они писали просто на песни советских композиторов или там зарубежники, то им показалось, что это скучно. И они стали писать тексты поздравительные на классические всякие произведения. На произведения Моцарта, Рассини, на неполитанскую песенку Чайковского было даже написано какое-то поздравление, где буквально на это замечательное соло трубу... Они что-то такое написали, какое-то поздравление. Помню, там было 25-летие артиста Полякова, 25-летие службы в театре. Иван Андреевич, и они пели 5U5, Ивану 25, Мы Ивана вышли поздравлять, Моцарт на сцену просится, Такая музыка Ивану по сердцу Он очень любит это, без сомнения, оперное пение дочку и жену Любит удочку, лодочку, водочку, спиннинг и блесну Ну и так далее Скажи, Максим, наверняка ты должен это по-детски тоже понимать Были ли родители счастливы? И было ли их окружение счастливы и внутренне свободны? Родители были счастливы, прежде всего, друг с другом Это, к несчастью, опять же, это продолжалось недолго Потому что мама не стала, когда мне было 4 года И потом такая была довольно долго мрачная полоса в моем детстве и в отцовской жизни Когда тебе пришлось учиться в интернате, петь? Да, я жил в интернате какое-то время Какое-то время не в интернате, но просто с такой случайной, как мне кажется, женщиной С которой отец сошелся от страха, чтобы ребенок не остался один Разное там было, короче говоря Что касается их внутреннего, их окружения и актеров Ну, давайте назовем это какой-то очень... Счастье просто такое слово, которое употреблять опасно Поэтому давайте назовем это, не знаю, каким-то вот таким позитивным, гармоничным существованием Может быть, это и есть счастье для кого-то просто Ну и, конечно же, Максим... Они очень любили ходить друг к другу в гости, они шутили, они... Мы так не умеем, честно говоря, нет Их застолье было, я помню, это был непрекращающийся хохот просто Потрясающе И Максим Леонидов, конечно же, определенно, наверное, решил двигать, извините, лыжи туда В актерскую среду Ну, я пока на тот момент, я, наверное, ничего не решил Я решил... Нет, я помню, что мне было интересно Начиная с третьего класса Отец понял, что мое пребывание в математической школе Средней математической школе Это ошибка Ну, потому что я, видимо, пошел в ближайшую к дому школу Тогда было не до чего отцу Это я понимаю Но потом он понял, что надо с этим что-то делать И определил меня в хоровое училище имени Глинки При Ленинградской государственной академической капелле А я должен сказать, что до третьего класса музыкой не занимался И мне нужно было в течение лета Со второго до третьего класса С педагогом как-то, ну, догнать тех, кто прозанимался два года И я помню, что я это делал с удовольствием Мне, конечно, это было трудно Но я испытывал невероятный восторг от того, что я вдруг смог сыграть там полюшко-поле Или там какой-нибудь там у дороги Чибис Я помню, что мне это ужасно нравилось Я вот сейчас смотрю на свою дочку, которую я пробовал научить заниматься Значит, фортепиано И она что-то такое вялое ковыряется, ковыряется И, в общем, я сказал Неужели тебе вот... Я сыграл какой-то этюд ее И говорю, неужели тебе так не хочется? Она мне говорит, нет И я понял, что я не буду ее заставлять заниматься А тебе было интересно? А мне было интересно, да И ты влился в эту хоровую капеллу И вообще, что хор дает с ранних лет человеку? Что лично тебе это дало? Ну, во-первых, хоровое училище, оно... Это же не только хоровое пение Это вообще в итоге 28 музыкальных предметов В которые входят и владение фортепиано И дирижирование, и музыкальная литература И история народного творчества То есть там очень много всего И из 30 человек, поступивших на первый курс Нас закончило 9 Ну, ощущал ты вот эти вот волшебные серебристые вибрации От которых взрослые плачут Потому что мальчиков спокойно слушать нельзя Когда поет мальчиковая капелла Не девчачья, не смешанная А именно мальчиковая капелла Когда они начинают по-своему резонировать И начинает идти серебро Спокойно слушать невозможно Вот изнутри это было или нет? Ну, конечно, нет Нет, изнутри это было Просто такой вот Восторг и радость от того Что ты один из ста вот этих мальчишек И все вместе мы можем вот это сделать Кроме всего прочего Там ведь были какие-то моменты в этом обучении По-настоящему трогательные И которые оставляют в тебе воспоминания на всю жизнь Например, в день смерти Пушкина Мы шли от мойки 20 Где находилось хоровое училище На мойку 12 Где находилась квартира Александра Сергеевича Последняя И там во дворе был обычно такой Как бы митинг Приезжали Ахмадулина, Акуджава Рождественские Они читали у памятника Пушкина Во дворе оки 12 стихи А потом в тот момент, когда Собственно в момент смерти Когда сердце Пушкина останавливалось Мы прятались на черной лестнице И в этот момент мы начинали петь Бортнянского Вскую прискорбно И конечно это не может не оставить след в душе В детской, да и во взрослой тоже Потому что это был такой вот момент действительно истины Это был такой вот жизненный момент Который у каждого, наверное, случается Особенно в детстве Когда ты ясно находишься в этот момент В этом времени И больше, собственно говоря, ничего не существует Снова дом, все тот же дом Как я ему, он мне знаком Он меня считает чудаком Пришел опять сюда стоять Всю ночь, не спать и ждать По покровам темноты Смотрю наверх, кто так, где ты Выше нет на свете высоты Свели мосты, дворы пусты И лишь коты со мной, а ты Моя любовь на пятом этаже Когда ты поступил в театральное училище Твоим мастером стал Лев Додин Моим мастером стал Аркадий Кацман И Лев Додин был старшим Ну, педагогом на курсе у Аркадия Кацмана Хотя, собственно говоря, безусловно Этот курс назывался Курс Кацмана и Додина Курс, который закончил до нас Тоже по-своему легендарный курс Он был еще курсом Аркадия Кацмана Это курс, который выпустил Знаменитый спектакль Братья и сестры А следующий курс, который набирали Кацмана и Додина, набирали уже вдвоем Что было конкретно в Максима Леонидова Вгружено такого, что сейчас выгружается В его, собственно, современном мюзикле Что, какие зерна были посеяны тогда Вот что главное Ну, во-первых, меня научили работать То есть я, безусловно, не был избалован Шалопайством и в детстве Просто потому что такое было учебное заведение Но в театральном институте Это просто была работа с утра до ночи И с ночи до утра Меня научили работать Меня научили работать в коллективе Да и потом я в дипломном спектакле Братья Карамазовы Который шел два вечера Я играл Ивана И, конечно, это тоже была школа такая Школа и актерского мастерства И просто человеческая Потому что Невозможно сыграть, не погрузившись в это Особенно невозможно сыграть, не погрузившись в это У Кацмана и Додина Потому что они не позволят им притворяться Это театр такой Настоящее переживание театра Поэтому Пришлось То, что теперь называется Втыкать в тему И перед тобой Стал выбор Такой жизненный выбор Либо идти дальше Оставаться в театре У Додина Но это значит Ну, такое служение С большой буквы И ничего больше в жизни Или Или что-то еще А к этому моменту Насколько я понимаю В жизни твоя уже музыка Битловщина просочилась Битловщина просочилась раньше Я помню, что я В детстве услышал Битлз И абсолютно Я помню просто этот момент Я даже помню, какую песню я услышал Какую? It won't be long Я как раз вошел в комнату И оттуда Доносилось It won't be long Yeah, 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 yeah Я слышал Джона Леннона Я уверен, что ты помнишь даже погоду Которую стояла Да, была зима Я помню, потому что такие вещи не забываются Это не забываются Я помню, что мне снесло башку просто То есть я понял Вот, мне туда Это, конечно, я сейчас могу это сформулировать Тогда я этого сформулировать не мог Но я понял, что есть какая-то Есть Бог на свете, короче говоря Я обрел веру И я готов был этой вере Служить всю свою жизнь Потому что только пустите меня туда Я туда хочу И как тебя впустили? Ну, не сразу меня впустили Я еще потом много чего Как бы я промежуточно Я хотел быть Робертино Лоретти Потому что я еще был мальчик Я понимал, что туда мне далеко Должно быть еще что-то на пути другое у меня И вот я лежал, помню, засыпал и думал Ну, Робертино Лоретти Он же стал знаменитым таким В 12 лет, а мне еще 9 То есть у меня еще есть время Такие у меня были мысли А Даленна и Маккартни вообще жить да жить? Даленна и Маккартни там еще, да А жить да жить А когда я закончил театральный институт К этому моменту уже был секрет Уже появилась группа секрет Уже я познакомился с Фоменко С Заблудовским и Мурашовым То есть они все Фоменко-то учился вместе с тобой? Фоменко учился у Игоря Горбачева На соседнем? На соседнем потоке, скажем так А Мурашов появился по рекомендации А Заблудовский Андрюша был просто, во-первых, сыном артиста БДТ Изель Захарыча Заблудовского Во-вторых, мужем нашей студентки Из театрального института Ады Булгакова из курса мускомедии Он там все время ошивался На лесенке сидел И поэтому, в общем, так вот мы Субтитры делал DimaTorzok Скажи, а эти вот шестеренки Пазл встал незаметно для вас Или когда он встал, ваши мурашки пробежали Вы поняли, что вы созданы друг для друга Ну, последний, кто пришел в коллектив Был Мурашов, барабанщик И, конечно, он смешной был Он пришел с такими длинными Он играл хард-рук в какой-то группе Он пришел с такими длинными волосами Повесил вот так вот барабаны Значит И сказал нам, а что вы гитары так высоко держите Вы их опустите пониже Мы ему сказали, значит, гитару будем держать Как держали, барабаны мы сейчас тебя опустим Вот сюда и сходи-ка постригись Вот так вот Да, но надо сказать, что он все, значит, исполнил И вообще он был Произвел у нас впечатление Во-первых, тем, что он взял отверстку И стал барабаны настраивать Мы вообще понятия не имели, что это надо делать Настраивать барабаны И вы поняли, что четвертая частичка Да, все-таки А Фоменко был таким же, каким мы его сейчас знаем Или он был каким-то другим? Гораздо симпатичнее Мы все были, видимо, гораздо симпатичнее Скажи, а вот, ну так Мог бы ли ты сейчас Описать, ну Какую роль каждый из вас в коллективе играл? Ну, такой, если смотреть на это дело, как на мультфильм Вот там топор, пила, там, сноп и так далее Да, могу сказать Но Фоменко мотор, конечно Мотор, да То есть это вот, если это лодка То, конечно, без мотора никуда не попадаешь Я это парус Парус Да, потому что парус это нечто романтическое И отвечающееся за красоту и гармонию Ну, это Пол Маккарни, понятно Это был я А Леннон, это, значит, Фоменко Да, ну вот И, значит, есть у нас два весла еще На этих веслах сидели у нас Заблудовский и Мурашов Я помню, между прочим Не помню, какой это год Но я помню, где это Сейчас там проходит Третье кольцо В районе между Маришеским вокзалом и Савеловским вокзалом Есть какое-то там Я даже не знаю, что это за предприятие И что там за клубный зал Или вообще что там Туда я пришел на очередных ленинградцев Вас тогда называли не питерцы А ленинградцы На ленинградцев И мне кажется, что в первом отделении Или наоборот во втором Выступал Майк Был такой концерт А вы То есть как бы То ли у вас было трое, три артиста То ли два артиста И я вас видел тогда впервые Было два артиста Причем секрет тогда был не в том составе В котором уже он был Окончательно Тогда у нас не было еще Заблудовского Андрюши Вот он пришел Но об этом-то я не знал Но все мы отметили Что эти ленинградцы были не похожи на тех ленинградцев То мы же нарядились, во-первых Они уже нарядились Они уже были одеты, извините, в какие-то пиджаки Нет, что-то такое мы были Фоменко взял у жены, я помню, на этот концерт Это был вообще наш первый концерт в жизни Первый? В жизни Была премьера Еще и с Майком Это Майк нас туда притащил И когда мы пришли И там на люстрах Весели люди И все решили Майка давай, Майка давай А Майк был звезда Он расписывался там на паспортах На чем он только не расписывался И мы должны были играть там Песен восемь Мы сыграли четыре И нам сказали Закругляйтесь, все, уходите со сцены В общем, это был провал Фоменко взял комбинезон жены Такой у нее был комбинезон Он был похож на Карлсон У него был голубенький комбинезончик такой И он в нем, значит Да, 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 да Да, я в каком-то шарфе был невероятно В общем, нарядились Раз в год именины у Кристины И вот раз в год Всех друзей Кристина в гости зовет Раз в год Как положено Все расположено Все разложено Все стынет и ждет Пол с утра натерт До блеска Кристины Стол раздвинутый Накрыт в гостиной Стулья расставлены Свечи заправлены В праздничный пирог Именины, именины У Кристины полон дом гостей Именины, розы, книги, апельсины Кристины дарят нынче ей Эй, Кристина, я нынче желаю тебе Долгих лет Эй, Кристина, я нынче желаю тебе Жить без бед Эй, Кристина Слушай, а как вы с Майком-то познакомились? И как вы вообще интегрировались В ленинградский рок-клуб? Там же были панки, извините А вы-то, в общем-то, эстеты, актеры Бетловщина Это Майк, конечно То есть, во-первых, он был Таким нашим поклонником, преданным Да? И старшим товарищем, да, одновременно Он нас услышал в театральном институте Была студия звукозаписи Он там записывал какой-то свой магнитный альбом Моя сладкая Н, по-моему Ага И нас познакомил звукорежиссер Игорь Гудков Сказал, что у нас тут группа есть, кстати А мы туда пришли послушать И посмотреть на Майка И сказали, ну, приходи к нам на репетицию Он пришел к нам на репетицию Майка как-то И мы ему сыграли там что-то В том числе сыграли даже буги-буги каждый день По-своему, как мы это делали И ему страшно это все понравилось И наши песни, и кто как мы его песни поем И он говорит, так подождите Я говорю, сейчас, тут же у нас рок-клуб есть в Петербурге Я приведу И через какое-то время он привел к нам в аудиторию Колю Михайлову Кого-то еще из рок-клуба А они тоже посмотрели Они же должны были свою комсомольскую работу выполнять То есть искать новые коллективы И мы вообще им были в зачет, конечно В зачет, потому что с ними хлопот Точно фиги в кармане не было Нормальные парни там все Да, во-первых, мы такие чистенькие В галстучках То есть нас можно было запросто И вот это тоже рок-клуб Но и Радикалы-то вас тоже приняли? Приняли, потому что, во-первых, как бы Нас Майк вывел на сцену Во-вторых, мы честно играли рок-клуб Скажи вообще, если Сдуть все мифологические пылинки с Майка Вот что было за человек Майк? Вы же близко были знакомы? Да, мы были знакомы коротко, скажем так Недолго в смысле Недолго Да, но довольно близко Ну, насколько мы могли быть близки Все-таки по возрасту мы довольно Ну, были к разным поколениям относились Майк уже был Даже не столько в возрасте дел, а сколько в статусе Все-таки он был легенда Уже и такое лицо питерского рока Мы часто бывали у него в гостях И я помню эту чудовищную коммунальную квартиру С этой 11-метровой комнаткой Потом еще родился сын И мы сидели, пили какое-то дешевое красное вино И разговаривали, и пели И много было говорено И много было спето Вообще было такое очень хорошее душевное вечера Которые сейчас случаются редко Но есть буквально несколько людей на свете С которыми у меня такие вечера еще случаются Скажи, если бы Майк был бы жив Он кем бы был сейчас? Как Шевчук или как БГ? Или как Макаревич? Он был бы как Майк Это непредсказуемо, каким бы он был Но это точно не как Шевчук Я посмотрел на часы Было 8.01 А там мы танцевали Месяцами танцевал И прохну Пошли все под investments Мы прыгали и крутились И мертились Так что полка Я посмотрел на часы Было 8.22 У меня начала кружиться Город Оппандỏ Пошли пол Танцовали все под further Мы прыгали и крутились И мертились Так что полка Оппанд Ish Я посмотрел на часы Было 9.04 Я устал как будто Весеньшел Кто-то И завертелось, закружилось, и стали сгущаться прекрасные золотые тучи, а вместе с ними на вашем горизонте появился Барик Аримович Алибасов. Да, но оно не завертелось, пока еще и не закружилось. Барик Аримович появился как раз еще до того, как все это завертелось и закружилось. Но, по крайней мере, к нам стали проявлять интересы. Вместе с тем Барик Аримович тоже, его привел какой-то корреспондент «Комсомольской правды», опять же, к нам в аудиторию, поскольку у нас нигде больше, мы же не выступали, концертов не давали. Что-то такое шу-шу-шу, что-то там происходит за закрытыми дверьми, какие-то там ребята что-то играли. Пришел Барик Аримович, и был очень мил. Мы ему, значит, поиграли все, а он пришел в небесно-голубой дубленке. Вот, как сейчас помню, просто он этим нас убил, конечно. Мы таких дубленок в жизни не видели никогда. Дубленка сама по себе была, ты как ты понимаешь, вообще предметом роскоши невероятной. А еще она была вот такого, прямо небесного цвета. Вот. Он нас послушал и сказал, что ему вообще все очень нравится, и мы, конечно, замечательные, значит, артисты. Единственное, что ему не нравится, репертуар. Он хотел бы, если мы как-то вот, он нам предлагает внутри группы интеграл, создать такой вот молодежный, такой вот квартет музыкальный. Тогда еще он не предполагал называть его «Нана» или там что-то. Это мог быть и секрет, на самом деле. Вот. Но репертуар, конечно, я бы вам советовал поменять, потому что ваши песни, с момента того, что они хороши, они никогда хитами не будут, шлягерами им не стать. Вот. На что 19-летний Леша Мурашов из пролетарской семьи абсолютно, который еще недавно работал грузчиком в порту, вышел и сказал, Барик Каримович, я не первый год в рок-музыке, поэтому не надо нам рассказывать, что нужно играть, а что не нужно играть. Тем не менее, расстались мы с друзьями, и через какое-то время наш тогдашний, значит, басист и мой соавтор по первым песенам Дима Рубин уехал к Барри Каримовичу в интеграл работать. Недолго он там проработал, правда, но... Скажи, как быстро произошло то, что произошло? То есть, как бы раз, и вы уже на сцене СКК, по-моему? Ну да. И 12 тысяч зрителей, и вы не понимаете, что происходит. Да, это произошло как бы со стороны быстро, но на самом деле это был долгий и мучительный путь, потому что мы, служа в армии, умудрялись сниматься на телевидении в программе «Кружатся диски» Ленинградского телевидения. Каким-то невероятным образом нас отпускали, мы убегали. Да, да, да. И вот программа шла там два раза в месяц, или там... Нет, четыре раза в месяц она шла, по-моему. Ну, во всяком случае, из этих четырех два раза в месяц нам надо было сняться с секретом в этой программе с новой песней. Ее надо было написать... То есть ты, как Элвис, уходил из армии, писать песни, записывать там. Да, да, записать на радио, снять потом на телевидение, чтобы она вовремя вышла в эфир. Это был такой хороший тренинг, надо сказать. Я помню, что мы с Фомой писали в совершенно нечеловеческих условиях песни, потому что... А в чем эти нечеловеческие условия? Ну, мы ездили обслуживать, значит, поскольку мы были музыканты армейские, мы ездили обслуживать солдат... Так вы в одну мусруту попали, да? Да, в одну ансамблю песни и песни. И вы ехали куда-то, и заодно писали какую-то песню? Мы ехали, да, по разным частям, и ночевали иногда... Вот я помню, где-то в Новгородской области нас поселили в казарму. Дело было зимой, она не отапливалась практически. Не работало электричество там с трудом. В общем, короче говоря, ужас там был. Просто спать было невозможно. И мы сидели в шинелях ночью и писали, написали песню Арина Балерина ночью. Вот в этой армейской писали песню о красивой жизни. Так что это, конечно, такая закалка хорошая была. И потом мы стали довольно много выступать и играть в самых разных ДК. А, это перед СКК. Для тех, кто не знает спортивно-концертный комплекс имени Ленина, он тогда назывался. Ну, это типа Олимпийского. Да, чуть поменьше, не 18, а еще 12. Но и СКК, это был как некий уже такой этап, когда вы зашли на пьедестал. Так я понимаю. Ну, мы поняли, что мы очень популярны, вдруг стали неожиданно совершенно для нас. Совсем уж популярны, потому что мы не могли оттуда выйти. Нам говорили не поворачиваясь здесь лицом к витринам, к стеклам, потому что там не было видно, там просто стояла черная стуча народа. Мы не могли сесть в машину. Ну, все атрибуты как бы... В фанатском клубе были в основном девушки или парни тоже? Были и парни тоже. Надо сказать, что мы первые, кто их организовал каким-то образом. То есть мы поняли, что вот эти ребята, которые нас приходят встречать, провожают в аэропорт, там, на вокзал, что их вообще надо как-то... Ну, им надо какое-то помещение, чтобы они могли быть друг другу полезны, интересны и где-то собираться. И, в общем, наш директор тогда, Сережа Александров, благодаря которому, в общем, во многом секрет состоялся тоже, через город выбил какое-то помещение на Петроградской стороне, такой молодежный клуб. И они там собираются. То есть у нас был первый фан-клуб официально со своим, хотел уже сказать, сайтом, со своим почтовым адресом. Привет, глазам своим не верю, Ведь мы не виделись, наверное, сто лет. Что твой маршрут, скажи на милость, А ты ничуть не изменилась, нет, нет. Привет, а я звонил сначала, Но дума нет, всегда звучало в ответ. Прости, конечно же, Нелепость, кричать тебе на эстролез. Привет, привет. Стали появляться наверняка какие-то еще предложения Максиму Леонидову, как основному автору песен, как фронтмену. Их было немного, но главное и самое интересное предложение мне поступило из кино. Вдруг мне предложили сыграть Беню Крико в мюзикле «Журбина» и «Асара Эппеля», который назывался «Закат». Мюзикл назывался «Закат», а кино называлось «Бендюжник и король». Снимал его режиссер Владимир Олеников и на Одесской киностудии. Причем там произошла такая интересная штука. Мне позвонили, я был на гастролях в Таллине, и была очень плохая телефонная связь. Я понял, что мне надо Крико попробовать. И выучил монолог Бенни там один. И приехал на пробу с этим монологом, а они мне хотели, чтобы я Левку Крико попробовал, то есть младшего брата. Но поскольку я уже приготовил монолог Бенни, и так как-то его убедительно прочел, что они меня все-таки утвердили на Беню Крико, а на Левку взяли Андрея Ургант. В этом фильме такая была актерская палитра. Там были и Армен Борисович Гарханян, и Евстигнеев, и Карцев. Ну и как с ними было-то? И в кадре, и за кадром. Естественно, вот с Зиновием Ефимовичем Гертом у меня произошла совершенно замечательная история. Мы с Андреем Ургантом после первого уже съемочного дня на киностудии Горького как-то стояли в туалете, я прошу прощения, и обсуждали, где бы нам разжиться спиртным, поскольку уже очень было поздно, и жили мы в гостинице «Москва», а ресторан работал до 11, а уже было 12, и не идти же нам в такси. Как это вот такая вот была беседа? И вдруг из кабинки вышел совершенно одетый Зиновием Ефимович Гертом, уже в дубленке, в шапке, и сказал, молодые люди, если вы быстро переоденетесь, разгримируетесь, то можем поехать ко мне домой, выпить и что-нибудь поесть. Он видел нас первый раз в жизни. И мы настолько были растеряны, конечно, мы быстро разгримировались и переоделись. И он позвонил Татьяне Санне, супруге, с дороги, из автомата, и сказал, чтобы она приготовила стол. Когда мы приехали, уже настали литр водки и какая-то закуска, жареная картошка, капуста, я уж не помню. И до пяти утра, этот уже почти 70-летний человек с нами, с мальчишками сидел и рассказывал нам о своей жизни, какие-то байки травил. Чудесный был вечер. И так я первый раз попал в большое кино, ну, не считая фильма «Как стать звездой», в котором снимался весь «Битквартиз секрета». Тоже такое было культовое кино, на которое стояли в очередях люди. Но это все-таки не художественный фильм. Это был фильм Виталия Аксенова, питерского режиссера, такого документалиста, где он взял за принцип мой образ такого ведущего с попугаем и сделал большое двухчасовое ревю такое эстрадное, в которое я пригласил. Секрет, Лицидеев, Валеру Леонтьеву, еще каких-то артистов. Короче говоря, вот такое какое-то непонятное по жанру, но такое ревю, такого у нас никто не делал еще. И этот фильм был очень популярен, на него было просто не попасть кинотеатр. Да, я помню это. Человек надел трусы, майку синей полосы, джинсы белые, как снег надевают человек. Человек надел тюжак, на него нагрудный знак, под названием ГТО, на него надел пальто. О, совсем стыкнувший ты, он надел автомобиль, сверху он надел гараж, теснова ты, но как раз. Тут не так давно сидели Шура и Левы из группы Би-2 и рассказывали, как они слушали Максима Леонидова на Еврите. Вот расскажи про свой этот опыт, что тебе дала эта поездка в Израиль. Во-первых, мне это дало опыт жизни совершенно другой жизнью. Это вообще, это сейчас мы можем еще некоторым образом сравнивать жизнь в России, жизнь на Западе, или там не на Западе, на Ближнем Востоке в данном случае, где-то вне России. Потому что сейчас мы еще хоть как-то пересекаемся в каких-то культурных возможностях информации, там и так далее, и так далее. Но представьте себе, что вы уезжаете в 90-м году из закрытой абсолютно страны во совершенно открытое общество, где есть полный доступ ко всему. Это, конечно, удивительный опыт. И не говоря уже о том, что просто полезно иногда перестать быть популярным артистом. Очень полезно. Очень полезно. А стать просто обычным артистом, который должен опять доказать, что что-то из себя представляет. Да еще в ситуации экстремальной, на чужом языке. Это же чудовищно интересно, на самом деле. И я понял в какой-то момент, что я стал закисать, что я не знаю, что мне дальше делать, что я скребу по донышку. И мне нужно было провести над собой какой-то такой беспощадный эксперимент. Для меня вот это вот шестилетнее пребывание в Израиле было и отдыхом, как это ни странно звучит, отдыхом от этой жизни, которую я вел, и с зарядкой батареек невероятной. Потому что мне надо было отдохнуть и понять, что я готов к дальнейшему. Потому что я был не готов. Потому что я перед отъездом я пытался... Я поговорил с Дозином. Он сказал, приходи на репетиции. Я понял, что я не приду. Потому что мне нечем делиться. Чем? Поэтому я уехал туда. Уехав туда, я стал заниматься всем, чтобы как-то доказать, что я тоже что-то могу. И в данном случае действительно чего-то добился. Со мной заключила договор вот одна из двух крупных фирм звукозаписи израильских. Я записал альбом на Еврите, который по прошествии полутора лет пребывания в стране, сам же и написал. Еще плохо зная язык. Но я обходил, я приставал к каким-то местным израильским поэтам, приставал к своим друзьям, которые с 70-х годов там живут. Я говорил, я не понимаю, вот как вот это вот слово, как мне лучше вот это. А вот такая рифма может быть? А это понятно? А вот это образно, если я вот это зарифмую? А израильтяне это поймут? Вообще я достал там всех, короче говоря. Но написал этот альбом. Что-то я перевел. Мне ужасно хотелось еще и поделиться своим культурным багажом. Ну, например, даже не своими песнями. А я перевел «Рок-н-ролл мертв» Грибещукова на Еврит. Очень интересно. И записал эту песню совершенно... А хотя бы строчку не вспомнишь? «Рок-н-ролл мертв» «Рок-н-ролл мертв» А сейчас внимание на экран. Мы с вами увидим героя, который, в общем-то, повлиял на нашего сегодняшнего гостя. Так. В частности. Это будет эпизод «Где мы там». Да. «Где мы там». Ну, это пока «Розенбаум». Ну, да, да, да. Такой молодой Андрюшка. Ё-моё. А я вообще щенок на его. Мальчишка. Надеюсь, в этих кадрах вы узнали и Макаревича, и Максима Леонидова. Ну, в общем, я даже не знаю, что это вообще. Это кино, которое снял Александр Стефанович. А, это Стефанович. Да. И называлось это кино «Начни сначала». А, начни сначала. И благодаря этому кино мы познакомились с Андреем Макаревичем, потому что, видимо, для худсовета Мосфильмовского тогда Стефанович не мог представить им только одного артиста-исполнителя главной роли, а именно Макаревич. Ему нужно было произвести впечатление проделанной работы. То есть, поэтому он обратился ко мне, чтобы я тоже выслал свою фотографию. И сказал, значит, там Макаревич сейчас в Ленинграде живет в госинстве «Прибалтийской». А Макаревич уже был звезда. То есть, «Машина времени» уже была, какой-то был год-то, 80-м, какой-то. «Машина времени» просто была бедлами. Да. Секрета еще практически даже на карте и не было. И вот я пришел, страшно стесняясь, в госинницу «Прибалтийская». Видел какой-то люкс вообще двухэтажный. И, значит, ссунул эту фотографию и хотел уже бочком-бочком, значит, покинуть помещение. И вдруг Андрюша, значит, мне говорит, подожди, Максим, а как секрет-то поживает? Вот тут я присел, потому что я даже понятия не имел о том, что он чего-то такое знает. А оказывается, уже знал, и оказывается, что первый наш магнитный альбом под названием «Ты и я» Володя Матецкий каким-то образом получил и принес Макаревичу, и они уже с Кутиковым плакали под песню «Алиса». И оказалось, что, в принципе, все предпосылки для нашей дальнейшей дружбы, они уже вот есть. Есть. Да. Эта дальнейшая дружба проросла в поступок. Ну, в какой-то момент Макаревич сказал, Максим, приезжай, будем с тобой вести телепередачу. Дело было не так. Не так. Он меня спросил, будучи в Израиле, с кем бы мне вести вот эту передачу? А что за передача? Он тогда придумал программу, которая называлась «Эх, дороги». Куда-то ездить, путешествовать. Человек за рулем, да, который ездит в город. И, конечно, нужен попутчик. Нужен попутчик, да, во-первых. Во-вторых, Андрей понимал, что он не сможет все время ездить сам. А у меня как раз был такой в жизни период, когда я уже был готов потихоньку что-то такое возвращаться. И потихоньку, полегоньку появился целый альбом, целый материал на альбом песен, вновь мной написанных. И дальнейшее, в общем, было довольно быстро. Мы приехали с Мишей Агре в Москву, жили мы у Макаревича, писались у Кутикова. Появилось две песни, на которые, значит, мы с Андреем сняли клип на песню «Две гантели и один утюг». И как-то он застолбил какой-то там флажочек на карте. А мой тогдашний директор Саша Зальцман в Питере, у которого я жил, мне жить-то было негде. Я жил в Москве у Макаревича в Ленинграде, в Петербурге у Зальцмана. Зальцман мне все время говорил, нужен хит, нужен хит. Напиши «Естедэй». Потому что что-то не двигается с места. И я, будучи в городке Вильфранш, на Лазурном берегу с миссией «Эх, дороги» снимать, был выходной день. И что-то все разбрелись, а я лежал... Мы снимали там такой домик с городом названием «Вилла». Я лежал в шезлонге во дворе этой самой виллы, и что-то у меня было так одиноко и непрекаянно. И я написал, значит, эту вот... песню, припевом, из которой я взял старинный блюз, который так и назывался, «Looking back». Это какая-то очень старая американская песня, которая звучит совершенно иначе. Но смысл припева... Но смысл, да, смысл припева такой. Я из него построил русскую, как бы, вот эту вот формулу, и понял, что, конечно, должна быть лирическая песня, в отличие от американской лекомысленности. Должна быть лирическая песня, и как-то она так вот написалась. И я приехал, ее Зальсман успел, и сказал, вот... Вот Естедей. Да, вот Естедей. На следующий год питерская радиостанция Эльдорадио проводила конкурс «100 лучших песен всех времен и народов», и Естедей заняла четвертое место, а девочка-ведение второе. Так что вот, я рассказываю об этом, естественно, со смехом, но, тем не менее, социальный заказ был выполнен, супер шлягер написан, и... Все встало на свое место. Обычный серый питерский вечер Я пошел бродить в дурном настроении Только вижу, вдруг идет мне навстречу То ли девочка, а то ли виденье И как будто мы знакомы с ней даже Помню, чей-то был тогда день рождения И по-моему, зовут ее Даша То ли девочку, А то ли виденье Она прошла, как каравел По зеленым волнам Прохладным ливнем После жаркого дня Я оглянулся посмотреть, Не оглянулась ли она Чтоб посмотреть, Не оглянулся ли я Скажи, пожалуйста, что такое время для Максима Леонидова? Время – это и друг, и враг, это и то, и другое. Враг, потому что Жизнь уходит постепенно Друг, потому что Без времени не будет знаний, Не будет опыта, А опыт – это самое главное, То, что составляет нашу жизнь. И твой опыт личный – Это единственное, что у тебя есть. И в этом смысле Мои года, мое богатство, Как бы сегодня не звучало Вульгарно уже эта структура, Это строчка затасканная, Но она отражает суть, Потому что единственное Твое богатство, Которое с тобой остается, Это приобретенный тобой Какой-то Приобретенный тобой опыт, Который может стать мудростью, Дай Бог. Этот опыт И эта вся накопленная Жизненная мудрость Может быть в самые последние мгновения На обратной, ускоренной Перемотке Собственно говоря, куда-то В небо и отдадим. Мы, может быть, и ради этого Мы и живем всю нашу Непростую, но прекрасную жизнь. У меня был сегодня Волшебный собеседник Максим Леонидов. Спасибо, Максим. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok